Игры в разных жанрах музыки, импровизационной музыки, джазовой музыки. И третья лекция наша посвящена так же, как и вторая, балладным фактурам, но немножко другого толка. Если во второй лекции мы рассмотрели джазовую балладу и джаз-вальс, то сегодня мы рассмотрим такие стили, как басанова и так же баллада, как бы, ну, скажем так, в стиле фанк, но это не совсем фанк, конечно, это такая баллада на 8 восьмых, на 16-16, если можно ее так назвать. Такой стиль тоже достаточно распространенный, особенно в европейском джазе. И для того, чтобы продемонстрировать басанову, мы сыграем джазовый стандарт, который называется How Insensitive. И сейчас мы начнем, и потом я, как всегда, традиционно скажу несколько слов по поводу игры в этом стиле музыки. Спасибо. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что важно сказать про этот стиль? Ну, сначала, конечно, первое впечатление, которое чаще всего создается, что здесь действительно играть, по большому счету, с точки зрения барабанов, нечего, да, то есть, и кажется, что, в принципе, басановы играть достаточно просто. Но есть определенные особенности, которые, в чем, в которых есть сложность. Значит, во-первых, одна из особенностей, то, что я часто замечал у некоторых барабанщиков, например, в какой-то момент барабанщикам начинает скучно играть рисунок басановы, они начинают добавлять какие-то другие длительности, шестнадцатые, переходить на разные тарелки, томы. И таким образом, как бы, фактура начинает насыщаться, и характер басановы, который, как бы, совершенно иной, он просто исчезает. И басанова уже перестает быть басановой, превращается во что-то другое. Да, вот. И сложность басановы именно в том, чтобы сохранить вот этот стиль до конца. Да, с точки зрения приемов я не рекомендую переходить на малый барабан, например, да, я не рекомендую играть какие-то более мелкие длительности в басанове, да. То есть, в принципе, той фактуры, которую я продемонстрировал, даже может быть достаточно, да. Можно делать какое-то небольшое разнообразие, вот. Но я хочу просто сказать, что в басанове самое главное понимать, вообще, для чего эта музыка была придумана. Она была придумана для релаксации, для романтики, для каких-то вот таких вот моментов в жизни, может быть, каких-то даже медитаций, когда ты находишься на морском побережье и наблюдаешь, допустим, за закатом или за рассветом, да. И поэтому, вот если мы будем опираться на это внутреннее состояние в тот момент, когда мы играем басанову и концентрироваться в своем внимании именно на этом, то это даст возможность значительно проще понять принцип басановы и сделать ее нескучным для своего собственного исполнения. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать по поводу этого замечательного жанра музыки. Переходим к следующему произведению, которое продемонстрирует нам игру тоже баллады, но, как я сказал уже, на 8 восьмых или 16-16, если быть более точным. И для того, чтобы продемонстрировать этот жанр музыки мы сыграем пьесу замечательного, гениального музыканта, француза итальянского происхождения Мишеля Петручани, который называется «Гатиту». «Гатта», «Гатта» и пояс, «Гатта» «Авт Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова